Эта встреча господина Герхарда Лангнера и руководство города уже вторая по счёту. А с доброй миссией меценат из Германии приезжал в ноябре прошлого года. Тогда на реконструкцию детской больницы из благотворительного фонда своей страны он пожертвовал 15 тысяч евро. Привезённые сегодня национальные подарки, которые пополнили музей из полкома, стали не единственным сюрпризом. Главный презент из Батсвишенона доставят в Бобруйск через пять месяцев. Я организовываю эту помощь, и многие люди в Германии жертвуют деньги, на которые я потом приобретаю всё, то, что необходимо. Я не богатый человек, я обычный, просто у меня много друзей и внутренняя потребность – помогать людям. Я должен что-то сделать, это у меня в характере. Речь идёт о новом ренемобиле. Жизненно необходимая техника немецким друзьям обошлась в 10 тысяч евро. Сегодня на станции скорой неотложной помощи 24 машины. В круглосуточном режиме на них работают 20 бригад, в том числе и ренемационная. Среди авто полностью оборудованные и те, что постепенно будут заменять – это «Газели» и «Уазы». В рамках дня города планируется, в общем-то, у нас определённый позитив по поводу обновления парка, именно обновления за счёт нашего бюджета. Ну и когда есть ещё помощь из них, это всегда достаточно хорошо. Герхард Лангнир также посетил медучреждения города. Среди них та самая станция, а ещё стоматологическая поликлиника и будущая детская больница. Большой акцент во время экскурсии по городу был сделан на медицинский туризм. Возможно, в ближайшее время в санаториях Шинник и Ленина оздоровятся и туристы из города Бат-Свишин. Мария Бересневич, Максим Галеон, Каба, Руиск, 360.